Музынотический систем поставок товара. Целью данной работыа является изучение особенностей международной поставки товара техмобильным транспортом, а также сравнение гимнистических процессов поставки различного виду транспорта. Для достижения данной цели поставили следующую задачу. Изучение своеваемого состояния международных гимнистических систем, а также анализ транспортной обеспеченности и построение оптимального варианта доставки груза. Инженеральной функцией транспортной логистики является управление материальным потоком на всей протяженности логистических каналов. Целью транспортной логистики является там движение в термин 학отепропотов до потребителя строения по графику, установленное премис минимальным затратом для всех участников товара и движения. Останным транспортным услугом относятся перевозку грузов, погрузочно-разблюзочные операции, хранение грузов, представление перевозочных средств на условиях аренды проката, транспортная, facilities операции. Правовое и регулирование международной перевозки является непростым вопросом. По нему на обращение с вознаграждательством перевозчикам следует обращать внимание на международные комменции и соглашения, но и они не всегда ищут те или иные организационные правовые задачи. В таких случаях следует обратиться к инструкциям таможенных и других компетенциальных органов в области международных национальных перевозок. В современной этапе развития логистики характеризуется появлением логистических провайдеров, реализующих весь конкурс транспортных и инвесторских услуг. В зависимости от степени увлеченности, такие логистические операторы называются в 2,3 и 4 провайдеров. По итогам 2013 года перевозки грузов всеми видами транспорта, кроме двухпроводных, составил около 1,7 млн тонн, что на 4% меньше, чем в 2011 году и на 2% меньше, чем в 2011 году. Перевозки коммерческие составили чуть менее 4 млн тонн. По итогам 2013 года по сравнению с 2012 общий бюзоборот увеличился на 0,3%, а по сравнению с 2011 на 2,1%. Рынок грузоперевозки в России испытал значительный подъем в 2011-2012 годах, в начале маркетинга со строительства олимпийских объеков. Региональный статистика подтверждает тот факт, что перевозки распугались для ряда строевого объека и ритейл, розничной торговой. Сегодня относится к цельной тенденции на равномористике является рост числа крупных политических компаний за счет концентрации собственности, в том числе, так называемых, слияния и поглощения. Для расчета задатного осуществления международной поставки товара мы рассмотрели два вида транспорта – автомобильная и жильцедорожная. Учитывая приятный фактор времени и стоимости, сравнивая два варианта транспортировки, можно сделать вывод, что доставка автомобиля находит в 5 раз дороже, чем железной дороги, а время нахождения автомобиля в пути – в более чем в 2 раза меньше поезда. В то же время автомобиль обладает бесплодным преимуществом – возможность у доставки товара напрямую от продавца к покупателю. Однако автомобиль более подвержен аварии, чем поезда. Также автомобиль более зависит от погоды, так как улучшение погоды напрямую отражается в качестве дорожного покрытия, а также в видимости дороги, великий сигнал, как туман. Кроме этого, товар автолост подвержен различным механическим воздействиям, так как он ведется открытым. Отлетевшие камеры, двигатели холода могут существенно изменить внешний вид груза до его прибытия в пункт назначения. Главная же особенность дорожного транспорта состоит в том, что невозможно точно рассчитать время нахождения грузов в пути. Станции имеют ограниченное количество дезинных путей и ограниченную пропускаемость. Но любой станции может учиться непредвиденной ситуации, когда задержатся вагон в пути на неопределенное время. А автомобильный парк депутат на время для отправки в маршруту способен мобильно поменять маршрут в случае курс-мажоров. Однако не все так радужно в транспортной очереди. Во-первых, сегодня на линии выходит очень много старых грузового транспорта, требующих затрат на постоянный ремонт. Во-вторых, цены на топливо и значительно богатые ресурсы в нашей стране постоянно растут. И в-третьих, наши дороги требуют укновения покрытия. Сегодня также фактически отсутствуют тех дорожных автосервисов, рассчитанных на высшую грузовую. Государство предлагает различные программы для улучшения транспортной инструкции, концепции за срочно-социально-экономического развития, транспортной стратегии и другие. Реализация этих программ позволит построить в России грамотно-магазические системы, что в свою очередь приведет к усовершенствованию в ходе поведения внешней кронической литератности. По времени уложилось? Да, да. Четыре минуты.